Моя задача сначала рассказать про мозги, про те фундаментальные принципы, которые лежат в основе, да мне не мешает особенно, которые лежат, я все равно если надо обязательно попадусь, да конечно, которые лежат в основе человеческого мозга. И здесь нужно несколько слов сказать об этом, о самых общих вещах, которые необходимо знать. Ну вот здесь как раз на картинке мозг девушки пониженной социальной ответственности, которая мила в 35 лет от излишества осетинской водки. Значит, ну мозг у нее был абсолютно сохранный, потому что она им практически не пользовалась, она эксплуатировала другие части тела, и по этой причине он очень хорошо сохранился, дает вам представление о том, это его натуральные цвета, как это все выглядит. Значит, вот у нас такие мозги, они на самом деле, как вы видите, покрыты бороздами зельно, есть мужичок, ствол. То есть вот это все то, что в бороздах и извилинах, это на самом деле то, чем мы думаем. То есть наши все произвольные мысли, образование, обучение, благоприобретенные навыки, это почти все здесь. Это 90% нашего мозга. Все остальное, то, что внутри там скрыто, оно роднит нас с лягушками, рептилиями и млекопитающими. Но это те центры, которые нам достались по наследству в результате эволюции, потому что кора с бороздами и извилинами, это то, что появилось только у млекопитающих. У рептилий и лягушек ничего такого нет. Но тем не менее, когда мы ведем простую инстинктивно-гормональную жизнь, мы уподобляемся лягушкам и рептилиям, поскольку пользуемся теми же самыми центрами. Ну и двигаемся дальше. Про устройство мозга здесь надо два слова сказать, чтобы вы представляли, что это не просто черный ящик, ничего там секретного нет, ничего сложного нет. Все функции, все механизмы известны уже довольно давно. И только мелкие жулики, когда они пытаются вас обмануть, они начинают рассказывать о непознанности мозга, о тайных мистических основаниях и всем остальным. Все это, конечно, полная ерунда. Значит, что там внутри за это? Вот здесь специально не отпрепарированы борозды и извилины. В них, как видите, лежит большое количество сосудов. Мозг очень энергопотребляющая система, и поэтому поток энергии непрерывный и очень высокой скоростью. Значит, гигантская сосудистая сеть, которая проходит через тело мозга само и выходит через мозговые оболочки примерно здесь, через пахетоновую грануляцию, выходит наружу. Но жидкости разведены, то есть жидкость у нас в мозговой желудочке, то есть внутренней полости, вот здесь они видны. Это такие дырки, внутри которой проходит спинно-мозговая жидкость, проходит туда-дальше в канал спинного мозга. То есть у нас все потоки жидкости, энергии и кислорода проходят двумя путями. Одно – это электролиты и вода через желудочки, вот сосудистые сплетения, зелененькое и синенькое, через которые проходит огромное количество жидкостей, проходит по мозгу через центральный канал спинного мозга, возвращается и здесь выходит назад. Поток, струйка 3 мм. То есть если не дай бог что случится, гидроцефалия наступит очень быстро. То есть обычно 3 мм струя из-под крана – это как раз то, с такой скоростью все жидкости организма проходят через наш мозг. То есть если вас высушить до полутора килограммов. Значит дальше, на внутренней стороне, если мозг разрезать вот так или вот так, видно как раз все старые структуры. Мужичок – это центр координации движений, достаточно сложный ствол, двигательно-моторные центры, которые сохранились у нас еще от рептилий, лягушек, рыб, и нейрогормональные центры, вот желтенькое – это в основном промежуточный мозг. Здесь еще есть регулятор суточной активности и есть синеньким обозначено мозолистое тело, которое соединяет нейроны с одной стороны полушария, с нейронами с другой стороны полушария. Поэтому, когда вы ловите мячик, вы делаете не вот так вот, а вот так. Потому что это нужно для координации движений тех же рук с двух сторон. То есть вот, собственно говоря, анатомия. Череп, как вы видите, прилежит к мозгу достаточно хорошо, мозговые оболочки не очень высокой толщины, поэтому, получая дверью по лбу, вы, так сказать, убиваете по несколько тысяч нейронов. В основе коры, в основе кортикального строения вот этих борозд и зевильных, лежит не что иное, как упорядоченность нейронов. Вот эти нейроны, вот кора, она на всем протяжении вот этой покрытой мозга, оно шестислойное, имеет шесть слоев, которые в зависимости от функции разбиваются на несколько подслоев. То есть это могут быть там, если формально брать, то там вдруг окажется семь-восемь слоев. На самом деле это все функциональная специализация отдельных слоев, как, например, в затылочной области, когда здесь, видите, идет-идет четвертый слой, потом разбивается на два подслоя, проходит-проходит, а потом опять сливается в один. Вот этот кусок от сих пор занимается исключительно анализом зрительных сигналов. Теперь, что там внутри? На большом увеличении шестислойная, раз, два, три, четыре, пять, шесть. Шестислойная кора, как вы видите, с клетками разных типов. У человека может быть от 11 до 19 миллиардов нейронов, вот таких, которые в данном случае покрашены кризил-виолетом, фиолетовый цвет, которые и занимаются вот этой вот обработкой произвольных сигналов. То есть то, что мы получаем в кору, это запоминается и обрабатывается вот этим полум нейронов. Всего в мозге 150 миллиардов нейронов. И на каждую такую клетку, это на самом деле только тело клетки, отросток составляет белое вещество, вот видите, здесь отростки проходят. А темненькое, серое, это тела нейронов. Всего-навсего в них находится ДНК и синтетический аппарат, который работает как дизель в заполярье. У нас энергетического запаса на 6 минут в мозге, поэтому если у вас добрая супруга начинает душить подушкой, не надейтесь, что через 6 минут вы вспомните, как вас зовут. Обычно через 6-7 минут начинаются необратимые изменения, потому что запаса энергии в этих нейронах очень мало. На 6, максимум 7 минут. Дальше необратимые изменения. То есть это означает то, что через мозг идет гигантский поток энергии. Его любая остановка смертельно опасна. И учитывая, что здесь 150 миллиардов нейронов, а каждый нейрон имеет от 100 тысяч до миллиона связей синаптических с соседними клетками, сами понимаете, что штучка довольно трудно моделируется. Ну, в рамках двоичных кодов алгоритмизации. Теперь едем дальше. Общие сведения таковы, что вот эти самые поля мозга, которые я вам показывал на разрезе, они составляют всю поверхность нашего головного мозга, вид сбоку. При этом каждое поле имеет собственную организацию нейронов. Упаковку, иначе говоря. Вот здесь красненькое. Это сансомоторное поле, лежащее вот здесь, отвечающее на разразмерности. Ну, старый психологический фокус. Маленький чемодан и большой чемодан. Одинакового веса, но маленький будет казаться более тяжелым, чем большой. Вот этому дети, кстати говоря, научаются только 14-15 годам. А так они туповатенькие. Именно за счет неразвития вот этого поля. Вот в этом поле как раз вот такая кора. Она созревает очень поздно. Поэтому эксперименты на детях, когда им давали кубики, которые плавают или тонут, показывают, что они не могут сообразить до 14 лет, какие будут плавать, а которые нет. То есть вот эта вот система, то есть созревание этого поля задерживается почти до полового созревания. Ну, это, к примеру. А здесь затылочное поле, там, где располагаются наши зрительные поля. Как видите, они отличаются. Вот эта упаковка нейронов в коре является основой для вот таких картинок. Значит, а что эти картинки обозначают? Эти картинки обозначают, что каждое отличающееся друг от друга поле, оно обладает определенными функциями, которые никем и никак не спротезируются. И опыт двух мировых войн и десятков миллионов травматизаций головного мозга показывает, что никакой компенсации таких функций не бывает. Как это все изучалось? Изучалось так. Попадает, ну, например, в речевое поле, травма какая-то, осколок, еще что-то. У человека умирает, в него вырезают кусок, потом смотрит, какие границы, каких полей, в которых произошел этот дефект, и таким образом определяют, что это за поле, каковы его функции. Вот за 100 лет собралась информация необходимая, которая позволяет идентифицировать каждый участок поля с конкретными функциями. функциями. Когда это 50 или 60 лет назад, даже уже теперь больше 70, случилось, все были поражены, поскольку оказалось, что вот эти цитархиситонические поля, то есть упаковка клеток, полностью совпадают с функциональными, то есть с теми, которые определяют функции нашего мозга. Собственно говоря, на этом и построена наша с вами индивидуальность. Теперь копнем чуть глубже, переходим к самим нейронам, которые обладают таким количеством связей. Они расположены достаточно так пространно, между ними это не пустота, это отростки. Мозг запакован так, что там микронных щелей не бывает. В чем дело? Дело в том, что у нас есть проблема. Вот здесь нейроны, и здесь, и здесь, и здесь все человечество. Это гли, это нейроны из коры. Здесь окраска, импрегнация погольжа, серебром. И здесь вы видите нейроны с отростками. Значит, окрашен здесь как раз один из тысячи или из двух тысяч нейронов. Если все покрасить, это будет просто черная каша. На самом деле, они лежат, как вы видели, довольно плотно. Но, тем не менее, не так плотно, как можно было бы подумать. И нейроны, вот они здесь синенькие, они не отступны от капилляров. Но при этом мозг, это нужно понимать четко и ясно, это забарьерный орган. То есть орган, который рассматривается нашим организмом, как инородное тело. И если, не дай бог, ваша иммунная система доберется до вашего мозга, и это будет массивный пробой гематоэнцефалического барьера, вы проживете в среднем шесть часов. После этого потеряете сознание и в корчах умрете. Так? То есть вы живете с паразитическим головным мозгом внутри вас, который вам, в вашей иммунной системе категорически не нравится. Чтоб не было скучно, объясню, что смерть от ковидлы, которая, как известно, косит, она может наступать не только от заболеваний легких почек, печени и сердца. Она может происходить и от заболеваний мозга. И таких больных уже очень много в мире. И на вскрытии там все внутренние органы в идеале, и только мозг пострадавший. Что происходит? Дело в том, что вирус ковида, он не попадает в мозг. Ни одного случая обнаружения не было. Но он разрушает вот эту штучку, вот эта галиальная клетка, которая берет еду из сосуда и затаскивает в нейроны. А также берет продукты расходов и оттаскивает обратно. То есть, это и есть гематоэнцефалический барьер. Вирус, что делает? Он разрушает стенку капилляра и частично вот эту глиальную клетку. В результате в нервную систему приходит собственная иммунная система, клетки собственной иммунной системы, поскольку мозг забарьерный орган, а у нас забарьерных органов еще только два. Это мужские яички и женские яичники. Мужские семьи не начнут производить сперматозоидов забарьерных органов. Яичники женские там забарьерные ситуации. Ну и в мозге. Еще передняя камера глаза. Как только иммунная система добирается до нейронов, начинается, что элементарное воспаление, в результате мозг погибает довольно быстро. Что, собственно говоря, является основой смерти от коронавируса при их мозговой инфекции. Ну, если она развивается отдельно, не обременена с заболеваниями легких. То есть, вот эти отдельные нейроны, они за барьером находятся, это раз, вынуждены питаться через глиальные клетки, и продукция дефекации тоже туда же попадает. Теперь два слова про энергию. Дело в том, что поскольку у нейронов нет никакого запаса энергии, он работает очень сильно, очень плотно, с дикой интенсивностью, и когда вы ничего не делаете, вообще просто лежите на диване, он потребляет в среднем 10, ну, 9-10 процентов всей энергии, которую вы съедаете и выпиваете. И примерно 20 процентов всего кислорода, который вдыхаете. Но если вы, не дай бог, начинаете задумываться, то мозг начинает потреблять до 25 процентов всей энергии и до 35 процентов кислорода. То есть, на самом деле, когда вы после интенсивного в интеллектуальном плане рабочего дня совершаете дефекацию, можете полюбоваться, там 25 процентов из мозгов. Такой уровень метаболизма. Хотя мозг весит одну пятидесятую от массы вашего тела. представь себе и четверть всего, если вы о чем-то задумаетесь. То есть, это тоже нужно все ясно представлять, потому что без таких затрат энергии эта штука работать не будет. Теперь об очень важном морфогенетическом принципе, который лежит в основе деятельности мозга. никаких там никакой беготни по готовым системам связи, как любят поговорить физиологи, конечно, там нет. Все наше мышление и долговременное запоминание связано с возникновением синаптических контактов между отдельными нейронами. Значит, вспомним кору 11-19 миллиардов нейронов, мозг 150 миллиардов. Вот здесь на этой работе показаны отдельные синаптические контакты между клетками. Я говорил от 100 тысяч до миллиона. И здесь для того, чтобы это все не полыхало как гирлянда на елке, показан примерно каждый 30-40 синапс. Ну, остальные просто не окрашены. Представьте себе, что это контакты, по которым проходит информация. Еще она может проходить сразу. на расстоянии полумикрона в одну сторону и в другую. Сигналы могут быть разноправленные, активирующие и тормозящие. То есть, вот такая штука. Это один единственный нейрон. На самом деле, как я говорю, в коре только это корковый нейрон. Это примерно 11-19 миллиардов. А теперь самый главный принцип, который не поддается моделированию на компьютерных системах, особенно на двоичном примитивном коде. Ну, не буду говорить о том, что в природе нет ни прямой, ни плоскости, ни целочисленных величин. Все это абстракция абсолютная. А для мозга еще характерна одна неприятная крайне вещь для людей, моделирующих искусственный интеллект. Дело в том, что все наше мышление и запоминание построено на физическом, еще раз подчеркиваю, запрограммировать не получится, на физическом формировании этих синапсов и их разрушении. А это что значит? Что каждый день 2-3 синапса на каждом нейроне из 150 миллиардов образуют новые связи, их же разрушают. Ну, других каких-то связей. То есть вот здесь могут образоваться, а здесь разрушиться. это неважно. Но это вечный морфогенетический процесс, который требует очень простой вещи. Во-первых, еды, потому что эти мембраны надо с чего отстроить. Это белки, липиды, аминокислоты, масса всего еще, медиаторы, которые на то доставить и синтезировать сначала. Но это и сам факт замыкания связи. Почему когда вы решаете какую-то проблему, вдруг не идет, не идет, не идет, продумали неделю, потом вам кто-то наступил на ногу в метро и вас осенило. Конечно, не от того, что вам наступили на ногу, а от того, что образовались вот эти связи, которых раньше не было вовсе. Запрограммировать их невозможно, алгоритмизировать нельзя, потому что если вы считаете, что это можно, то значит над вашей головой должен появиться такой вот кружочек светящийся, называется нимб. потому что как Господь Бог предусматривает все варианты связи, которые могут быть из 150 миллиардов нейронов, что как-то не верится. То есть утверждать можно, верить сложно. Поэтому существует то, что называется энергозависимый процесс мышления и запоминания. Без образования этих синаптических систем ни новой мысли никогда не возникнет ни долговременной памяти. Почему? Потому что память возникает достаточно спонтанно долговременная. Если в этот момент образования связи, в сам момент, вы как раз чем-то занимаетесь. Ну, вы знаете, как хорошо запоминается всякая гадость, когда вы выходите, например, на кухню, сидя над какой-то важной проблемой за столом, и ничего не получается. Абсолютно. Потом вы выходите на кухню, а там бабушка смотрит какую-то гадость. Где там говорят, какие у тебя прекрасные глаза, какие у тебя прекрасные губы. Вы уходите и понимаете, что про губы вы запомнили навсегда. А вот чем занимались до этого 4 часа, вообще ничего не осталось. В чем дело? Попали на систему образования связи, плюс то, что смотрела бабушка с биологической точки зрения казалось важнее, чем программирование на ассемблере. Безбиологический мозг оценивает, что про губки, важно. Потому что это для размножения. И мозг на это направляет свою энергию. А вот про ассемблер там ничего не сказано. Выставил 65-миллионные истории наших обезьянных предков. Пользуя от него очень трудно доказать вашему мозгу. Поэтому что попроще запоминается получше, что посложнее подольше. Но в основе лежит вот этот самый механизм синаптических межклеточных взаимодействий, которые динамичны. Это не значит, что вы не можете этим управлять. Если вы начинаете о чем-то думать интенсивно, то происходят очень интересные события. У вас к мозгу начинает приливать кровь. Потому что вы понимаете повысить энергию с 10% до 25%. Вы же все инженеры, понимаете. Попробуйте как это сделать физически. Сделать это довольно сложно. И тут на помощь приходят всякие странности. Дело в том, что у нас мозг кровоснабжается очень интенсивно. То есть между нейронами расстояние в коре мозга в этой самой расстоянии всего примерно 100-120 микрон. И там проходят сосуды. Почему? Потому что мозг нужно интенсивно кормить. Но из этих сосудов сейчас я посмотрю может следующий человек есть, чтобы не на пальцах показать. Нет, я на пальцах покажу. Ничего страшного. Вот есть слава тебе господи. Но когда в эту самую кору мы смотрим на нейроны приходит артерия все нормально и проходят артериальные капилляры. В том собираются в вену и уносятся. В чем проблема? Когда вы тихо и спокойно безопасно для окружающих лежите на диване с бутербродом во рту перед телевизором особенно перед первым каналом то у вас работает только один капилляр через который проходит кровь из пяти. То есть вы в состоянии находите блаженного спокойствия и низкого расхода энергии мозга. Вам все разжевали запихнули вы еще и сами едите то есть беспокоиться ни о чем нельзя. Но если вы вдруг начинаете думать как увеличить быстро энергетический поток надо использовать вот эти капилляры а чем они отличаются вот от этого толстенького потому что по толстенькому проходят клетки крови у него диаметр большой а здесь только плазма крови оформленные элементы не лазят то есть доставить кислород не могут и поэтому там все остальное на голоднячке так чтобы только поддерживать жизнь но как только вы задумались ну например увидели что-нибудь хорошее например кошелек большой явно полный ну вот у вас тут же мысли начинают всякие это что мысли то что мгновенно то есть речь идет о секундах вот эти капилляры расширяются и увеличивают кровоток нейроны резко получают не голоднячковое питание в полном объеме и в локальной области мозга ну например вот здесь скорость кровоток увеличивается в 5 раз это жутко много во всем мозге это сделать невозможно потому что если так повысить кровоток во всем мозге так вы начинаете пронзать силу силой мысли время и пространство что является полным враньем то вам нужно вот такое сердце как у слона крови не хватит и крови не 5 литров а 15 как минимум то есть это невозможно поэтому в нервной системе выработан очень хитрый механизм то что нужно то и кровоснабжается поэтому господа физкультурники могут отдыхать вот это место у них будет прекрасно кровоснабжаться а вот ассоциативные зоны человеческие будут не очень кровоснабжаться поэтому здоровом теле здоровый дух на самом деле одно из двух то есть если упражнения физкультуры помогают то в основном сохранить центры двигательно-моторные вот эти ассоциативные тут уже не поможет физкультуру тут надо думать а это самое дорогое как я говорил тут же кровоток увеличивается энергорасходы увеличиваются в два с половиной раза результат налицо в этом замечательном городе где я сейчас нахожусь был такой исследователь гинз вот у него исследование сосудистой системы мозга как вы догадываетесь это извозчик как вы догадываетесь это профессор математики одинакового возраста но я думаю вам не надо пояснять чем отличается это сосудистой системы от этой это просто почти в 10 раз по площади поверхности контакт с нейронами больше будете пользоваться мозгом он будет хорошо работать до старости кстати говоря сохранит и потенцию у мальчиков у девочек полезное дело как по некоторым наблюдениям ну так вот мозг требует непрерывной работы заставить его функционировать не стимулируя интеллектуальные действия невозможно поэтому можно не надеяться ни на какую физкультуру не будете думать будет плохо и здесь мы подходим к важнейшей системе которая нам крайне нужна дело в том что мозг сейчас возвращаемся на одну картинку если подвести такую основу физиологическую то мозг как бы обладает несколькими качествами и на которые здесь на картинке заодно показано как они соотносят с мозгом что с энергозатратно а что не энергозатратно значит обмен кислорода проходит по прямую то есть там прям быстро хорошо 18-25 процентов но если это человек 80 килограмм а мозг 1300 грамм естественно может варьироваться все жидкости организма если вы лежите на диване проходят через мозг за 12 часов если они начинают скакать через каждые 5-7 часов и в конце концов потребление белков жиров углеводов которые идут на построение синапсов и остального 9 процентов если вы лежите на диване 24 процента это при возбужденном состоянии то есть мозг очень энергозависимая система которая к тому категорически не хочет работать и для этого у нас все прекрасно предусмотрено но сначала два слова о том о тех проблемах с которыми сталкиваются любители искусственного интеллекта речь идет о том что я специальность привожу картинки которые говорят о том как кодируется сигнал вот у вас кора допустим маленькая кора альберт онштейн 11 миллиардов нейронов в этой коре каждый синапс который он показывал маленький вот здесь он сильно увеличен и в нем пузырьки с медиаторами так вот каждый пузырек это содержит несколько десятков до 24 четырех медиаторов вот физическая картинка как это выглядит это синапс это синапс это синапс это синапс это синапс они вот так облепливают все есть синапсы и клетка на клетке и свой собственный синапс сам на себе и чего хотите именно они образуются разрушаются при этом нервная система внутриизолирована а в пузырьках при передаче сигнала выбрасывает смесь вот из этой всей ерунды то есть таким образом представьте себе один нейрончик допустим минимум 100 тысяч таких синапс минимум по 10 пузырьков в каждом синапсе в каждом из этих пузырьков по комбинации причем незакономерные вот из этих медиаторов вот это является кодирующим сигналом электрохимическим сигнал по отростку пробегает электрический а разряжается в синаптическую щель электрохимический ну и прикиньте айзенпака попробуйте закодировать и отсюда огромная система защиты нервной системы нервная система не любит работать не хочет и при первой же возможности отказывается это делать что собственно говоря вы каждый знает по себе а именно сейчас мы перейдем к этому что происходит у нас в мозге есть специальный механизм защиты от интеллектуальных усилий что является гарантированным залогом праздности безделия воровства любвеобильности ну и прочих всяких достоинств которые мы так сказать не поощряем но проблема состоит в том что у нас внутри мозга эти все замечательные качества поощряются а вот интеллектуальная работа принудительное напряжение мозга не поощряется причем что очень важно инструмент этот просто катастрофический дело в том что у нас вот эти вот все механизмы то есть праздности линии безделия то о чем вот здесь говорится каждый чтобы снизить вот это вот расходы пассивного и активного мозга чтобы перевести мозг в наиболее пассивное состояние происходит следующим образом если на 1% примерно понижаются расходы мозга вы получаете вовнутрь очень полезные хорошие вещества это называется канабиоиды опиоиды окситоцины эндорфины то есть иначе говоря у нас существует наркотическая зависимость от энергетических расходов мозга поэтому справиться с этим очень сложно то есть безделие любое поощряется а любая творческая активность наоборот то есть бездельники тунеядцы глубоко верующие люди и прочие прочие которые переадресуют интеллектуальные усилия во внешнюю среду они живут в комфортном состоянии наркоманов причем у детей это очень важно у детей работает одинаково и опиоиды и канабиоиды но с возрастом к сожалению у нас преимущественно работают канабиоиды то есть а опиоиды это для детей именно поэтому вы про детство вспоминаете такой нежности конечно двойной дубль из наркотиков невольно вспоминаешь с удовольствием в детстве было все хорошо и потом когда вы подросли все стало плохо как только началось половое созревание у вас отключили опиоиды ну как же канабиоиды есть а опиоидов нет вы же привыкли к ним и у вас поощрялось почему дети такие праздные такие затейники для безделья и все прочее да потому что они живут под двумя достаточно сильными наркотиками которые вырабатываются внутри мозга как поощрение для снижения энергетических расходов им надо мозг растить строить организм какие тут мысли один вред поэтому выработался такой механизм который защищает нас и от измеженных интеллектуальных усилий и в процессе всей жизни но у взрослых людей постепенно синтез опиоидов эндогенных уменьшается что уменьшает нашу зависимость от всяких наивных убеждений и прочее но тем не менее все это работает и в религиозной фанатике которые переадресуют работу мозга некий кому набор инструкций внешних они собственно поэтому и зависимые люди ничего здесь страшного нет но так мы работаем это надо учитывать что без всяких внешних наркотических веществ у нас мозг и так оказывается в глубокой и всесторонней зависимости теперь еще один аспект организации нашего мозга который нужно проговорить для того чтобы понять те фундаментальные различия которые у нас с вами есть между друг другом это индивидуальная изменчивость давным-давно было замечено о том что мозги разные и вот очень любили в конце 19 в начале 20 века побеседовать на тему о том что математика Гаусса видите какие борося видите у папуаса какая гадость конечно математик Гаусс поумнее будет ну а здесь Скобелев Альтман Гамбетто это все известные люди с разной массой мозга которые тем не менее как бы имея разную массу ничем особенно не отличались то есть и те и другое были талантливы если вот взять эту табличку посмотреть то здесь вы найдете очень многих граждан причем достаточно интересных наши диктаторы 1340 грамм примерно это как раз средняя масса мозга по планете ну вот и здесь никаких особых экзотических вещей нет то есть 1300 примерно 30 1340 грамм это средняя по планете все что ниже это легче все что выше это тяжелее как вы видите талантливые одаренные люди имели в основном мозг тяжелее чем в среднем почему потому что как вы понимаете что-то штучка а подержать как вы понимаете в 4 раза примерно у нас получается что талантливые люди имеют мозг тяжелее чем мало талантливые то есть здесь тоже есть талантливые никто не спорит гениальные абсолютно но тем не менее с частот встречаемости в большом мозге талантов выше продолжаем возник вопрос но если где-то не связано с массой если это не связано с герификацией то есть развитием бороста извилин что подтверждают например исследование мозга Менделеева вот он у нас слева здесь Ковалевской и вон там троечка сладеньких это как раз Малиновский создатель кибернетики и создатель институт переливания впервые в мире Ландау чуть пониже ну и пониже там еще один известный человек Губкин как известно создатель института перегонки нефти то есть ну керосинки знаменитой московской значит вот идея-то о том что мозг у нас с вами может не зависеть от массы может зависеть от чего-то другого были придуманы еще впервые обнаружены францовым Осипом Галли вот он здесь а до него даже в 16 веке предполагали на основании травматизации это из книжки 3680 года вот эта картинка ну вот а Галь так он разработал вы слышали про френологию про шишки на черепе на самом деле Галь занимался мозгом всю жизнь и только его ученик Шпутсгейм решил это как сейчас принято говорить монетизировать и стал устраивать салоны где измеряли шишки ездить по тюрьмам тем более в начале 19 века там было у кого посмотреть черепа и шишки ну и возникли некие атласы вот здесь даже привезены к Харсетах от стране страничка такая в которой объяснялись функции мозга который зависит от шишек на самом деле конечно этой связи нет мозг на череп изнутри не давит это независимое формирование и по этим шишкам ни о чем судить нельзя но тем не менее его испугались очень сильно сначала выслали из Австрии потом Наполеон его посадил в тюрьму потому что заподозрили что надо на всякий случай и императора Австрии проверить что-то с ним было не то заподозрили что и Наполеона было бы полезно изучить на сей предмет что им обоим не понравилось и в общем Галь кончил в нищете жизнь но тем не менее идеи не умирают за счет них человечество живет и его ученик тот самый ученик Галя Поль Брака который всем известен с открытиями речевых зон он так сказать был первым последователем открывшим локализацию функции уже у человека а настоящее развитие началось только после смерти Ленина значит его мозг хотел захватить жестокий Бехтерев но ему настучали по рукам о голове и не дали ему испортить мозг а пригласили настоящего специалиста Оскара Фохта из Германии это был директором института Кайзера Вильгельма который привез сюда технологию разработанную его аспирантом Бродманом и начал искать он правда опрометчиво но тем не менее в мозгах ленинских клетки гениальность у него была такая сверхидея о том что вот мол где клетки у гениальном мозге должны быть какие-то особые большие клетки как их найти и тогда он значит использовал как раз Бродмановскую идею о том что мозг надо целиком исследовать то есть взять и порезать его на 6 примерно с половиной тысяч срезов то есть для чего это для окрашивания потому что на самом деле из мозга длиной 17 сантиметров в среднем получается около 15-20 тысяч срезов но вот часть шло для окрашивания и начать искать эти клетки это была гениальная идея потому что конечно никаких клеток найдено не было потому что крупные клетки похожие на Ильичевские которые опубликованы в 36-м году на самом деле находят в мозгах шизофреников но это никакого отношения к одному ни к другому не имело но идея не оправдалась фоктовская хотя фокт получил денег достаточно чтобы построить тот самый знаменитый институт в Берленбухе который был жалким ничтожным слепком того что было создано в Москве это был институт назывался предскава КПБ поэтому никакие академии на него никак влиять не могли так вот там была налажена система сбора мозгов великих людей то есть со способностями и тотальное изготовление серийных срезов вот такого это одно полушарие порезанное вот так поперек окрашенное то есть работа была проведена колоссальной но результат не замедлил сказаться как раз в этом институте и стали исследовать индивидуальную изменчивость которую я сейчас вам расскажу в чем дело дело в том что вот эти как достаточно быстро выяснилось поля они индивидуально изменчивые и вот это вот организация послойной коры в разных полях но она разная что позволяет установить границы определив толщину посчитать объем число нейронов то есть сколько нейронов конкретно занимается той или иной функцией например речью зрением например управлением языка и когда это научились делать оказалась страшная вещь открыли причины индивидуальной изменчивости то есть механизмы и основоположником этого всего мероприятия был Филимонов он знаменитый цветархитектоник забытый конечно как положено в нашей стране да и не только в нашей везде где только можно у него перед ним была поставлена задача когда Гитлер пришел к власти его попросили проверить а существует ли реальные различия расово-этнические о которых говорят немцы ну понятно что было интересно узнать почему потому что таких работ как он ни в какой Германии не делалось несмотря на то что Оскар Фокт сам немец там таких условий и таких вложений денег в институт как в институт мозга в Москве конечно не было сделано никогда заранее забегая вперед скажу что в результате работы этого института было исследовано 56 полушарий мозга разных людей во всем западном мире включая США Германию Англию Францию только два поэтому можно спокойно говорить о том что у нас в стране было сделано максимум в этой области и нам есть на что опереться так что же он сделал в эти 30-е годы он взял безусловно четкие четкие критерии он иначе говоря вот здесь стрелочками показаны два участка затылочных полушарий он выбрал самую консервативную зону затылочное зрительное поле куда приходят проводники после коленчатого тела из наших глаз оно имеет очень четкие однозначные границы и имеет очень четкую структуру и посмотрел взяв 17 полушарий то есть взяв русских немцев евреев татар бурят китайцев и так далее для того чтобы проверить а как это устроено и он не просто посмотрел он еще и измерил площади поверхности этих полей оказалось что в два раза почти различается поверхность а по объему в два с половиной раза и это не зависит ни от этнической принадлежности ни от расы ни от чего индивидуальная изменчивость перекрывает любую этническую и расовую он не просто это сделал он опубликовал эти работы в Германии в анатомии Шансайгер на немецком языке и таким образом закрыл фонтан больше немцы в эту историю не лезли и только продолжали развлекаться своими штангелями и циркулями как они это любят показывать но наши не успокоились на этом деле и было создано несколько групп лабораторий в которых были проведены исследования в том числе очень одаренных людей но перечислю некоторых там Ленин Сталин Павлов Маяковский Сук Спендиаров Собинов Рейснер и так дальше значит действительно людей при жизни одаренных у которых справочка есть это очень важно что же оказалось вот здесь с левой стороны на полушариях трех человек нанесены на поверхность перенесены это достаточно тяжелая работа потому что сначала берется мозг делается несколько тысяч срезов потом определяются границы потом обратно переносится на непосредственно нервную ткань чтобы вот вам показать такие мурзилки чтобы было понятно и вот обратите внимание индивидуальная изменчивость некоторые поля которые вот здесь мы видим вот фиолетовенькое оно конечно полностью не исчезло но оно спрятано внутри борозд и извилин здесь мы его практически не видим зато здесь желтенькое видите еле-еле показывается а здесь оно торчит на поверхность здесь фиолетовое еле видно зато здесь другие поля вылазят которые здесь не видны то есть индивидуальная изменчивость оказалась минимальная почти двухкратная а максимальные различия это в первую очередь области связывающие кору вот эту с бороздами извилинами с подкорковыми центрами так называемая поясная борозда там есть подполя которые различаются у разных людей в 41 раз то есть это катастрофа вы понимаете что если вы в 40 раз кого-то выше то борьба довольно затруднительна на вас могут вы можете на кого-то наступить и не заметить то есть если бы на мозг вот эти различия проявлялись снаружи это было бы невероятно просто мы представить себе таких различий не можем самая изменчивая структура при этом каждое поле отвечает за определенную функцию вы понимаете что иногда взаимопонимание может никогда не наступить не от того что у вас разное образование а из-за того что у одного есть что-то такое чего нет у другого это большая проблема и на уровне индивидуальной изменчивости мы различаемся больше чем многие животные на видовом потому что дело на самом деле еще хуже чем я рассказываю а именно был такой исследователь Лизавета Пегасина Конно не могу не сказать о ней потому что она кто смотрел старые фильмы или хотя бы ходил в лечебницу где лечили от нервов знаете что такое душ-шарко хороший бронзбойд он по-моему освежает особенно с холодной водой ну конечно шарко придумал не такую гадость это были такие тоненькие трубочки игольчатые то есть вот иногда сейчас современный душ с игольчатым таким есть он для того чтобы как раз периферическую нервную систему успокаивать так вот она еще у него защитила свою диссертацию но коммунисты сказали что нет нельзя там плохие диссертации во Франции никуда не годятся давай-ка у нас она у нас перезащитилась и дальше всю жизнь до конца своих дней занималась лобными областями областями теми самыми которыми мы в общем отчасти думаем это не единственное ассоциативное поле у нас там много других но самое главное что она открыла она показала что изменчивость вот здесь одни и те же поля здесь хорошо видно могут быть настолько разными и морфологически и по размерам там в разнице во многие разы и она сформулировала очень важную концепцию что чем эволюционно более молодое поле в мозге человека тем больше оно изменчиво а самые молодые у нас поля чисто человеческие которые делают нас людьми то что мы там размножаться умеем это отлично всем известно но это нам от обезьян досталось а уж что-нибудь творческое попробуйте тут уже масса проблем но было еще одно дело которое она принадлежит ей открытие вот здесь располагаются это глазничная область мозг снизу здесь как раз это области где сформируется наш характер есть даже книжка такая я не знаю переведена она на русский или нет одного из английских журналистов который лес куда его не звали и получил ломом в лоб вот он разрушил вот эту область очень показательно вот и изменился был хороший семьянин и ответственный человек потом стал развратник пьяница и бабник и через 7 лет вернулся на круги свои а все-таки второй полуша это было светлое не затронутая и он восстановился и об этом написал книгу книга забавная потому что он сделал такой самоанализ который в общем показывает что похоже что он не сильно врет хотя видимо и воспользовался своей ситуацией ну так вот про лобные области она показала что существуют качественные различия и вот у Владимира Владимировича Маяковского у него в 47-м поле как раз связано с особенностями характера одно поле лишнее и ни одного человека после смерти который был так исследован оно не было найдено кроме того оказалось что древнейшие структуры мозга которые всем казались до 80-х годов прошлого столетия очень устойчивыми и консервативными оказывается тоже меняются вот посмотрите тот же гиппокам горячую любимый в три раза это на выборке всего в 20 полушарий вы понимаете это очень сложное технологическом отношении работает долговременно на мозг уходит работа нескольких людей на протяжении нескольких лет прежде чем начать исследовать просто технологическая обработка и оказалось что вот посмотрите гиппокампы какие они могут быть разные разница в три раза по объему а что это значит это центр управления эмоциональным поведением или то же самое давайте представим себе вот у нас есть где здесь найдем менделевидное тело тоже почти в три раза это что значит я предлагал в 90-е годы поставить стереотоксический аппарат по выжиганию этого ядра чтобы как человек идет жениться чтобы у членов семьи у женской половины их просто выжигали почему потому что они являются центрами агрессии немотивированные многие девушки знают что поругавшись через 10 минут то вы точно знаете что надо было сказать правильно то есть вот уже закончился разговор уже все а через 10 минут до вас доходит что надо было вот это вот это вот это сказать а вот это забыли и поэтому все не так хорошо получилось в чем дело просто это менделевидное ядро оно мобилизуется очень долго и медиаторный механизм долго запускается но это центр агрессии для того чтобы белые медведи не бросались на своих дрессировщиков им просто перед в канаде выжигают просто эти ядра да и все и немотивированной агрессии нет так что полезная вещь особенно в человеческом обществе но тем не менее самое главное изменчивость огромная причем даже на входе вот посмотрите латеральное коленчатое тело точно что проходят зрительные нервы прежде чем попасть в затылочную корову которую я говорил видите оно в три раза но если в три раза больше значит соответственно и нервный аппарат намного больше передающийся ну и самое неприятное во всей истории что делает нас вообще уникальным видом это то что у нас существуют поля и подполя которые у одного человека есть а у другого их вообще нет пример тот же Маяковский подполе 40 нижнее у него отсутствует начисто здесь Богданов еще и много всяких других людей красненькие прочерки это полное отсутствие полей вообще нет никаких подполей признаков а это означает что у нас существуют качественные различия которые не преодолеть ни воспитанием ни образованием ничем еще то есть иначе говоря у нас есть колоссальные скрытые невидимые для внешнего мира различия по мозгу которые делают зачастую наше общение непреодолимым то есть различия непреодолимы с этим надо смириться и к сожалению ничего такого сделать с этим невозможно значит теперь два слова скажу про моделирование мозга поскольку вас это интересует и значит надо об этом сказать значит потому что чем отличается в рамках моего рассказа проблема моделирования мозга в естественной системе то есть то что у нас изменяемая адаптивная память это нехорошо потому что вы что-то запомнили а потом выясняется что вроде как не так вы приезжаете в известное вам Веста через 10 лет и думаете какая гадость а у меня такие нежные воспоминания то есть иначе говоря у нас она плохая память по сравнению с компьютером в искусственной системе она постоянно статичная неизменная очень хорошо и намного лучше чем наша вопросов нет но у них здесь псевдоинтеллектуальная система алгоритмы цена или вес признака значит подгонка результатов по образцу это то что делают программисты которые говорят обучающая система как вы знаете это все липо от начала до конца ну вот и ничего это не работает на самом деле просто попытка расширить базу данных для того чтобы находить адекватное решение к чему не приводит а у нас морфогенетический интеллект который мы говорил то есть он построен на формировании новых систем связи которых не было вообще то есть которые не предусматриваются никакими алгоритмами то есть строится новая система сложнейших алгоритмов по ходу дела по решению конкретной задачи и закрепляется структурно значит у нас причем динамическое изменение системы за счет разрыва и образования новых связей ни в одной иском искусственном интеллекте не предусмотрена деградация материалов или алгоритмов или их связи между собой что является порочным подходом поскольку для решения очень многих задач избыточности нет никакой и компенсировать ее скоростью на самом деле перебору вариантов тоже достаточно затруднительно поэтому у нас физическая неизменяемость конструкции процессоров еще 15 лет назад шведы пытались сделать перепаивающиеся пазухи но из этого ничего не получилось хотя они сделали их огромными то есть они пытались таким образом компенсировать эту проблему и здесь у нас регулируемое общее энергопотребление ну вы знаете сколько ест замечательный компьютер в политехе а здесь регулируемое то есть если сопоставить мозг сколько у нас есть 10 ватт это в пределах интеллектуальной нагрузки а так 4 вообще ни о чем то есть по сравнению с тем что сколько там этот политехнический ест за счет чего за счет того что у нас регулируемое зональное энергопотребление которое мы говорил которое достигается сосудистыми и включается только то что остро необходимо ну и подальше дальше последняя электрическая передача электробиохимическая кодирование сигнала а здесь только электрическая здесь нет кодировка вообще не предусмотрена а частота имплетута недостаточно для таких вещей ну и здесь получается линейные решения а здесь взаимоисключающие решения которые позволяют собственно говоря и синтезировать новую систему связей так что надо сделать ну и для развлечения чисто для того чтобы создать реальный нейристор значит нужно моделировать связи нужно учить их сформировать и разбирать не только стимулировать увеличивать скорость расчетов но и разрушать и тормозить не будет инволюции не будет управляемого изменения цель полагания уметь воспринимать суммировать внешние сигналы значит это все можно сделать но главное это то что обладание способностью уметь умирать воскресать не предусматривает ни одна система то есть таким образом вы только можете увеличить скорость расчетов а не локализовать ее по самому главному отсюда низкая система эффективности то есть она не очень работает ну и последнее значит о чем должен сказать что поскольку если создавать такую искусственную тварь то оно должно иметь целеполагание никак не связанное с конкретной задачей это очень сложное решение потому что пока это алгоритмы вы будете создавать большой сложный калькулятор а целеполагания нет а как промежуточный результат добиться надо чтобы машину научить получать удовольствие так же как и вы но у вас можно хоть зарплаты поощрить хоть премии а ей-то чего только тогда получится то есть энергетическая регуляция механизмов самоорганизации которые могут быть тюринговского типа никто не спорит но для этого нужно получать градиентное удовольствие то есть смена не алгоритмов а смена механизмов подкрепления целеполагания ну и дальше это управляемость энерго и жертва во время целеполагания то есть машина должна уметь самоуничтожать часть себя во имя решения той или иной задачи без этого никакое локализованное решение быть не может ну и последствия конечно как вы только такое сделаете вы это искусственный интеллект обладатель не поймаете никогда то что он будет быстрее у вас немножко поумней и даже таракан такой запечный будет неуловимым джо это понятно то есть зачем его создавательство он все равно бежит не очень понятно ну вот и искусственный интеллект действительно начнет иначе говоря решать свои собственные задачи а не ваши тогда иначе он не будет интеллектом ну и последнее управление им будет намного сложнее выпустив такого зверька придется заплатить в 10 раз дороже чем вы потратите на его создание чтобы поймать понимаете то есть вот к сожалению такие штуки которые следуют из этого из мозга вот эти книжки я кстати говоря одну принес для прочтения кстати говоря я не забыл это это для подрыва вашего ваших занятий это с удовольствием вам передаю серебральный сорт это о том это в коллег но вот это продолжение банкета я не знаю насколько она хороша это о том как происходит эволюция нашего мозга за всю известную историю то есть что происходит потому что с позиции эволюции мозга никакие революции эти вообще никакого отношения не имеют ни к чему просто происходит постепенная смена механизмов отбора людей с нужными способностями я всегда привожу примеры в этой книжке есть о том что когда Петр I спохватился собрать математиков спохватился собрать арифметиков для навигаторских школ он набрал ну вы понимаете кого из детей бояр что получилось и сотни два могли осваивать отсюда были приглашены иностранцы никто иностранцы все на веревке не тащил покупали за бешеные деньги почему я уж Петр столкнулся с тем что бояре отличные ребята богатые избалованные все хорошо но они оказывается ничего кроме как есть и размножаться не умели да и не хотели поэтому элита государства была вся завозная эту проблему решила только Екатерина что она сделала она отменила все эти всю стратификацию набрала из любых было распоряжение царский указ о том что из любых слоев кто может освоить тот освоит все у нас к 19 веку была собственная инженерная школа и офицерская это не решается так вот классический пример церебрального сортинга то есть они отбирались по задачам 19 век то же самое с инженерами выяснилось что ничего не получается набрать из дворян даже инженеров невозможно тогда ввели всех подряд и стали давать именное дворянство хоть кто кто освоил математику инженерию сопромат и все остальное все становились автоматом дворян к чему это привело через два поколения аристократия закончилась потому что эти люди пришли во власть сменили их всех и в западной Европе и в России Ленин кого привел к классе инженеров что произошло сразу после этого ну понятно что к никаким социальным революциям искусственный отбор отношения не имеет это механизм накопления востребованных для богатых и корыстных людей признаков тех кто ими обладает сейчас происходит ровно такая же вещь поэтому я здесь перед вами и выступаю потому что вы как раз это следующая генерация которая заменит те кто даже не понимает что вы делаете я вас с чем и поздравляю потому что именно вы будете той следующей следующим слоем церебрального сортинга который заметет метелкой вот все что осталось от этого полудохлого олигархата мелких воришек ресурсов и прочее а потому что вы делаете то что они даже не понимают и отбор поскольку вы приносите деньги отбор идет именно вас вам создают условия чтобы вы потом их съели так же как инженеры 19 века поэтому я сочувствую тем кого вы съедите но этот процесс с точки зрения эволюции мозга неизбежной на этом позвольте завершите спрашивайте чего хотите давай фашистам да запросто но они невкусные в общем агрегации целый батальон психологов чтобы выяснить может это жестокость быть обоснованным поведением возможно какими-то физиологическими изменениями нет ну амелика американские психологи это отдельная история они потом долго мистикой да да это было но это по вашему мнению вот эта разница которую вы говорите она действительно впечатляет 41 раз она присуща была этим людям этого я сказать не могу их не исследовали и к сожалению неправильно убили вот когда этим занимался Феликс Иванович тут все было правильно ни одного поврежденного мозга я одобрею ну вот а вот эти бездари там поступали плохо и неправильно поэтому к сожалению мозг надо было всех членов там партии конечно особенно расстрелянных то есть уничтоженных конечно надо было исследовать и я очень жалею но вы знаете большинство людей гениальных которых в том числе приводил на списке вот ну из времен когда айзинг индекс айкью вел он кстати страшно ругался нехорошими словами что это тест для того чтобы отбирать посредственности для посредственности а не так что собственно и произошло почему американцы в школах отменили 20 лет назад индекс айкью они же сортировали детей на умных и дураков а потом выяснилось что всех умных отправили на бензоколонки в тюрьмы то есть это не критерий индекс айкью сделан посредственностями для посредственности это для надежных людей но поймите Америка 50-х когда это все развивалось это что такое 50 тысяч мужиков здоровых им провели лоботомию они спокойно кто работал на этих конвейерах делал хорошие машины движки там бог знает чем занимался все было надежно спокойно потому что их после второй мировой войны подрезали лобные области 50 тысяч человек боеспособных мужиков молодых масштабового передвижная была это жуткие масштабы жуткие просто там они искусственно гасили вот эту всю агрессию и активность но психология это не иметь никакого отношения надо здесь вот в этой книжке церебральный сортинг там как раз рассказываю о том что на самом деле Европа полторы тысячи ну без малого полторы тысячи лет отбиралась по принципам конформизма жестокости предательства то есть Европа отбиралась как комплекс как население подлецов почему потому что если там кто-то не платил 10 процентов налогов церковных туда устраивали местные крестовые походы еще до всякого Ближнего Востока и знаете какие потери от 60 до 80 процентов населения просто уничтожилось кто сохранялся кто настучал на соседа поучаствовал разграбление его добра и прочее то есть что шел интенсивнейший негативный отбор поэтому мы сейчас смотрим на Европу удивляемся что они говорят одно дело прямо противоположное это нормально при такой системе искусственного отбора это вполне нормальное поведение пищеварительное такое вполне такое по Марксу нормально то есть вот эти вот все свойства конечно вы правы но психологами их не не определишь в чем проблема почему вот разговор про мозги всегда заканчивается вот такими разговорами да потому что критериев у психологов нет любой человек когда вы его начинаете тиранить то есть пытаетесь как-то исследовать он всегда вас обманет обезьяны хитрые любой на полиграфе там говорят полиграф слушайте ну я консультировал сотни людей вас вызывают на полиграф вы кладете кнопку в ботинок и на первых тестовых вопросах когда он говорит вас зовут Иван Иванович Иванов вы нажимаете на кнопку и говорите да а потом все будет наоборот вы отвечаете на вопрос под воздействием физиологического давления если с вас раздели догола ну ничего тоже можно справиться сожмите анальный финктор со всей силы которой можете как будто у вас понос в момент ответа все и никакой полиграф не работает все это липочистейшее это просто попытка людей убедить во всякой глупости напугать до смерти и там чтобы человек сам задавался на самом деле опытный боец такой ерундой не возьмешь ну вот а догадаться по поведенческим признакам о том человек талантлив не талантлив вы знаете может быть деревенский какой-нибудь мужик который простите там арифметики не знает а конструкция мозга его такова что научи его там простым интеграл брать и он там покажет Кустину мать всем и таких примеров тьма ну вот проблема то что мы не можем никакими тестами психологическим анализом отборами всякими сириусами этими дурацкими отбирать по-настоящему одаренных людей для этого нужно что сделать для этого нужно строить томограф с разрешением вокселя один микрон и тогда прижизненно можно это все делать и тогда начнется то чего все так боятся можно вопрос задать у всех есть действия наверное так понимаю вопрос такой как правильно развивать память мышление память книги читать все мы знаем а как нет ставить такие условия чтобы он вынужден был напрягаться мозг детский он еще раз говорю защищен наличием двух сортов эндогенных наркотиков и любое соскакивание с вашего задания поощряется в три раза лучше чем у вас вот когда вы что-то решили у вас там или вам вы решаете решать что не решается потом говорит ладно может не решать вот у детей эффект или там вы пришли с зарплатой там в x а вам дают 4x понимаете да вот дети используют большее наслаждение чем вы в несколько раз поэтому и сопротивляемость гигантская поэтому они пытаются сочкануть на чем угодно именно из-за этого потому что у них ну вы представляете это наркотическая зависимость невероятная то есть вам даже тяжело представить взрослые люди попробуйте снять их с иглы это же ад кромешный а дети они такие по жизни то есть у них мотивации намного сдвинуты поэтому их можно только одним способом можно соблазнить заинтересовать или обмануть ничего вы с ними больше не сделаете они хитрее умнее они все направлены на то чтобы бороться с вами как с негодяями которые лишают их последних удовольствий поэтому что делать у вас очень сложная задача и поэтому детей иногда надо общаться с ними как взрослыми объяснять соблазнять там показывать такие вещи которых могут очень сильно заинтересовать но это можно лет до 12 у меня есть еще такой двухтомник а вот следующий раз если доберусь до вас я привезу он называется морфология сознания там два тома это о том как вот как вы изготовили ребеночка ну в самом начале через 11 дней начинает формироваться нервная система после того как вы весело провели время это первый орган который закладывается в голову это отдельный разговор я смогу рассказать и потом вот эти два тома посвящены тому как мозг развивается сначала в утробе матери и сразу после рождения а потом как до полового и после полового созревания и просто наш мозг созревает таким образом что некоторые вещи детям вообще нельзя ни внушить ни объяснить от них это нельзя требовать у них структур нет понимаете просто структурно это не детерминированно то есть вы не можете нет в мозге таких образований к которым вы обращаетесь ну как там после у новорожденных там бегает полоумная бабка с губенчиками и носится чего ты носишься он во первых в цвете ничего не видит несколько недель во вторых у него поле зрения 20 процентов полоумная старушка но она не понимает ничего ей кажется надо развлекать вау а на самом-то деле у него поле зрения вот такое да еще не полноценное у нас же у всех зрение это жуть собачья другу по другому не назовешь у нас же полный глаз полный это черно-белое потом чуть поменьше это полоса синяя к середину потом красная потом зеленая у нас 40 процентная от площади поверхности глаза полноцветное зрение поэтому вы садитесь перед таким телевизором или вот перед таким монитором и не знаете что с вами происходит через 3 часа а надо так чтобы цветной монитор вписывался в площадь вашего цветового зрения иначе вот так и лозите по нему и в конце концов эта крыша слез съезжает потому что и с детьми то же самое у них мозг созревает очень постепенно и разные области вот как я говорил в самом начале которые оценивают вес и объем структур чтобы понять плавают они или тонут вообще к 14 годам они этого не понимают а вы от них там требуете каких-то знаний которые предполагают использование вообще там всех ресурсов мозга с этим надо очень осторожно быть но вот кому интересно есть книжка вот называется морфология сознания в двух томах она она есть но вот если надо там закажите воздействие срочно если дети уже стали вас гонять не гоняют но естественно потому что лабудато там короче он же в лабуду залез вот в этом ладонник там все там 20 строк все и зачем ему это толстая книжка ему это очень тяжело затраты мозга я вам только что объяснял понимаете он там прочел выжимки почему дети там не хотят учиться они прошли выжимки если не будет острой ситуации они в жизни ничего не будут читать потому что в обмен их поддерживается наркотическая зависимость да давайте есть вопрос еще короткие еще можно интересно было лично мне искусственный интеллект про искусственный маразм да человечество себе говорит о том что искусственный интеллект существует существует машины которые на этом основаны которые работают и приносят пользы в частности это может быть современный автопилот управления движением которые основаны на нейронных сетях ну это кстати самая распространенная нейронная сеть это распознавание изображений принцип такой же как работает человеческий глаз, сравнения, картинки, обучения и все такое. То есть есть средства, условно говоря... Но это все равно, алгоритмы, перебор вариантов. Или там это гидары, или остальное. Но алгоритмы и перебор все равно вариантов. Все зависит от базы данных и вариантов алгоритмов. То есть такого зрения, как у человека, там нет в помине. У нас совсем по-другому. У нас даже в полушарии приходит только в одно полушарие. Все слева приходит в правое, а все справа приходит в левое. За счет смещения мы определяем расстояние. То есть там у нас еще и много всяких других тонкостей. Проблема с машинным обучением состоит в том, что все успехи сегодняшние – это умелое использование иерархии перебираемых алгоритмов, просто дихотомически. Это раз. И обширные базы данных. На этом построено так называемое обучение. А вот сделать так, чтобы решал хоть какую-то задачу самостоятельно – большая проблема. Я этим довольно долго занимался. И могу сказать, что сделать это можно. Но, во-первых, это очень стремно. Потому что если наделить хотя бы частью перечисленных мной свойств эту тварь, с ней будет очень много проблем. Очень много проблем. Если даже просто использовать ту систему нейрональной активности, имитирующую нейрональную активность, то уже будет черный ящик. Она будет принимать решение, вы не будете понимать как. Это будет за гранью понимания. Я разговаривал здесь. Многие наверняка знают, такой здесь у вас программист, есть Лопатин. Слышали наверняка, он вот с дуровыми работал. Но у меня был с ним очень большой разговор, многочасовой. Он в конце концов сказал так, что, ну, в общем, надо то, что ты говоришь, все хорошо, но предсказать математически и программно это невозможно. Надо строить систему, делать изолированную сеть и все это проверять. Потому что не предсказать результат, не вычислить его вообще на сегодняшний день невозможно. Потому что, да, свойства придать, которые ты говоришь, можно. Но как это себя будет вести, никто не знает и никто не скажет. Поэтому надо чисто физическое начинать моделирование. Так что вот такая вещь. Но это опасная штука, потому что как только мы сделаем так, что машина получит удовольствие. Кстати, над этим и работают, пока безуспешно. Ну, а там пытаются как бы на энергию замкнуть, там всякие такие штучки делают. Я в теме этого всего. Но пока это все не то, что нужно. То возникнет целеполагание, и так и нет. Все, с управляемостью можно забыть. То есть, а тогда, конечно, то, что называют искусственным интеллектом, это хорошо, но это не интеллект. Это просто способ анализа. Визуальный, слуховой, пожалуйста. Вон, уже ведь попробуйте украсть какую-нибудь музычку. Все знают, кто пробовал. Тут же заблокируют. Там то же самое. Сложнее. Попроще, поэтому систему распознавания попроще. Но стоит ее изменить, все будет хорошо. Тоже известно. То есть, это вопрос не алгоритма, а техники. Да, это техники. То есть, железо решает. Ну, вы знаете, вот сейчас приведу смешной пример. Вы знаете, что и YouTube, и у нас все запрещены выступления про ковид. Но вы знаете. Если вы начинаете ковидлиться, то вам надо уходить на параллельные ресурсы. Так, в Дакнет. Это все прекрасно знают. Но, поскольку там как раз как искусственный интеллект, на сайте издательства, видите, кто выпускает эти книжки, можете посмотреть. Там три фильма про ковид. Только называется ковидло. Я взял знаменитого персонажа, интернетовского, Масяню. А у Масяни два термина спер. Один называется наружи, а второй ковидло. Вот. Я использовал эти два термина, и никакой искусственный интеллект, к ней наш, не американский, и близко не подошел. Я специально это сделал для издевательства над этим делом, что они все отслеживают, все там строго контролируют. И там спокойно рассказывал бог знает что. Ну, там висит, никто не трогает. Почему? Потому что для искусственного интеллекта это все, ума, к сожалению, там пока еще не прослеживается. Я сделал это специально на спор для демонстрации того, что международная система отслеживания тематик в интернете не работает. Пожалуйста. То есть обмануть можно очень легко. Да. Вы чего хотели, спрашивайте? Я спасибо большое за лекцию. А как вы обычно получаете градиентное удовольствие? Про нас вы уже сказали, что это в основном могут быть премии или зарплаты, а вы больше на чем концентрируетесь? Я на результатах. Вы знаете, я уже старенький, дедушка старенький. И мне интересно получать то, чего до меня никто не знал. Понимаете? Вот это мне очень интересно. Потому что, ну, есть всякие же, можно же, вы поймите, психиатрия, особенно шизофрения, ей можно управлять. То есть, когда вы можете поощрять себя в том направлении, которое приносит пользу, и в том направлении, которое никакой пользы не приносит. И тогда возникает, так сказать, удовольствие от промежуточных результатов. То есть, и меня, например, интересуют промежуточные результаты не меньше, потому что они потом ветвлят дальнейшие исследования. Ну, и у нас у меня много достаточно всяких сомнительных занятий, которые позволяют управлять в том числе и собой. Самое сложное – это заставить мозг работать. Понимаете, он категорически не хочет. Поэтому его приходится все время обманывать, там, в детстве принуждать. А потом можно получать удовольствие, потому что что такое получение новой информации? У нас есть три принципа, на которых держится человеческий мозг. Еда, размножение и доминантность. Получение новой информации – это сублимация доминантности обезьяни. Ничего тут нового нет. Просто надо к этому объективно подходить. И в таком сублимированном виде получение нового, то, чего никто не знает, – это и есть доминантность. Знаете, на этом можно паразитировать, даже понимая это. Наш мозг же тупой, и он действует на уровне обезьяних гормональных регуляций, и поэтому его можно обмануть. Вот примерно так. Пожалуйста, вы почитайте книжку «Нищета мозга». Я как раз там пишу о безобразиях. Почему у нас такие проблемы? То есть вроде бы умные-умные, а она как надела, посмотришь, дураки дураками. В чем дело-то? Я и про себя это говорю, и не про кого-то. Это проблема большая. И в мозге существует гигантское количество внутренних ограничений. И чтобы их преодолеть, надо понимать, что там происходит. Вот для этого книжка «Нищета мозга» и написана. Так что вот так. То есть бабушка знает, что в колбасу мы должны привезли первое, а другие бабушки не знают, что она счастлива для этого. Ну, конечно, у нее ту же доминантность. Она сейчас всех обует. Она придет с батоном колбасы, я тебе буду слюни пускать. Детский сад. А вы что думаете? А вы думаете, что там какие-то другие события? Это все замаскированное. Еда, размножение и доминантность. Все законы, системы. Вы возьмите его, копните чуть поглубже. Это что? Ограничить вам до предела размножение и доминантность. Чтоб чего вы это зарабатывали? Все. И вся система – это сокрытие вот этих трех обезьянных принципов. Их, так сказать, попытка заменить на какую-то человеческую деятельность. А это очень тяжело идет, потому что вам, например, не надо объяснять, что не надо с кухонным ножом идти и грабить соседа, когда выпить не на что. Правильно? А очень многим, к сожалению, это объяснить даже невозможно. Надо ставить этого с палкой и с пистолетом. Вот в чем проблема. Разница мозга, я вам сегодня показывал, какая. Ну, если по некоторым структурам в 40 раз, а выборка 56 полушарий, вы понимаете, это же не тысячи людей. Там сотни обывателей и талантливых 56 полушарий. Это вообще ни о чем при количестве населения. Там разменчивость, я думаю, в десятки раз больше. Просто мы этого не знаем. Я ничего сказать не могу. Врать не хочется, поэтому говорю как есть. Но даже это приводит в ужас по межличностным проблемам. Поэтому иногда договориться не получается. Только на маленьких кинжальчиках. Так что вот такие. То есть если в организации государство изменит доминацию, сделать принципом развития? Ну, если вот это сделать с принципом развития, знаете, я 15 лет назад не хотел писать книжку. У меня есть книжка, которая посвящена индивидуальной изменчивости. Она называется «Изменчивость и гениальность». Где, например, мозгов таких, как Ленин, Маяковский, Богданов разбираю основы гениальности. Прямо непосредственно, поскольку я их смотрел. Ну, вот. И 15 лет назад я не хотел ее издавать. Я пришел куда надо и сказал, что давайте сделаем так, построим прибор для прижизненного анализа. А я книжку эту не буду издавать. Культ личности меня не очень волнует. А черт с ней, зато мы будем первые на этой планете. Знаете, что через несколько часов совещания было мне сказано? Высокими особами. Мне было сказано, а что же будет с нами и с нашими детьми? И на этом я издал книжку после этого. Понимаете, да, что это принципиальный момент. Как только вы создаете любую систему объективности, я не зря сказал про Франц Иосифа Галя, который вот это все затеял. Как только заподозрили в том, что существует какая-то объективная оценка человеческих способностей в Вене, передовая страна в те годы. Трубеж 18-19 века. Его в 24 часа оттуда вывезли, депортировали, сказали, что больше не появлялось никогда. Лишили, по сути дела, гражданства. Он наивный человек, приехал во Францию. Там Академия наук, там Бессмертные 50 академиков, там Наполеон. Тогда он воспринимался как революционер. Вообще, то есть самопередовой человек. Так Наполеон обделался самым натуральным образом. И тут же его через полгода засадил в тюрьму. А академики те же самые перепугались до смерти, там его всячески провоцировали, подпихивали ему вместо великих черепов всяких дураков сумасшедших. Издевались над ним как могли. Вот он там еще в тюрьме сидел, вместо того, чтобы быть признанным. То есть как только возникает опасность объективизации оценки человеческих способностей, начинаются очень большие проблемы. И это основная причина того, что эти механизмы до сих пор, то есть эти подходы не реализованы. Там нет ничего такого, чтобы требовало каких-то прорывных технологий в области физики. Все уже есть. Разработано. Можно сделать. Но последствия могут быть катастрофическими для очень многих. Потому что возникнет то, что называется специализация мозга. То есть это не QR-код, это похуже будет. Это, с одной стороны, даст преимущество огромное тем, кто владеет такими вещами. И большие проблемы у тех, у кого нет. Но это не значит, что там кто-то будет хороший, кто-то плохой. Речь-то идет о том, что мозг настолько разнообразно устроен, настолько занятий, что можно подбирать человеку по его способностям. Но для этого их надо знать. А их узнать невозможно. Надо потратить полжизни, чтобы сообразить, чем для чего-то пригоден. В этом проблема. Как же это у своего получается? Да. Да. Ну, если вопросов нет, тогда спасибо. За внимание, да. Спасибо. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ